Игры с Дедом Морозом, музыкальные интермедиа и новогодний спектакль. Такой насыщенный праздник прошел в канун Рождества в Доме культуры России. Главными гостями новогодней елки стали 350 детей-инвалидов из разных районов области. Подробнее о рождественском сочельнике расскажет Анастасия Куклева. Ой, вы глупые ребята! Небослушные козлята! Так, зачем открыли дверь? Что же делать нам теперь? Маленькая елочка – ключевой персонаж рождественского спектакля. За ее приключениями юные зрители наблюдают, затаив дыхание. Спектакль «Самая лучшая елка» музыкальный и посвящен наступившему году козы. Посмотреть его в рождественский сочельник пригласили детей-инвалидов из разных районов области. Спектакль оценили не только маленькие зрители, но и их родители. Очень хорошее представление. Мы довольны. Это не первый год, когда нас приглашают на такие елки. И именно в этот зал в России мы уже во второй раз приезжаем. Хочется просто выразить благодарность Энгельскому центру и семья за то, что они никогда не забывают про нас. И детей все хотят как-то поздравить оригинально. Участие в празднике приняли 350 детей с ограниченными возможностями. Перед началом спектакля «Фойе дома культуры» любимые сказочные персонажи провели с ребятами игровую программу. Также всем желающим сделали арт-визаж. Дети сами выбирали персонажа. Одни хотели, чтобы их раскрасили как нечисть, другие наоборот были добрыми волшебниками. Рождественский сочельник был организован для детей Министерством социального развития. Проводится он ежегодно. Рождественский сочельник. Сегодня будет две елочки. Первая елочка для детей инвалидов, для семей воспитывающих детей инвалидов. А вторая елочка будет для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть из малообеспеченных семей. Ежегодно этот праздник проводится. Дети очень любят его посещать. А мы рады их приглашать. Кроме интересной праздничной программы, детей ждали еще и подарки. От Министерства социального развития каждый ребенок получил игрушку и сладкий презент.